Ну что ж, дорогие зрители, продолжаем смотреть. Сейчас, правда, наши, наверное, две самые нелюбимые команды. Это Envy для Алексея Малецкого и для меня сплайсы. Потому что, ну, как-то Envy просто поражают тем, как они скатились, да, как называется. А сплайсы поражают тем, вообще, что делает команда на турнире. Потому что, ну, делают какие-то сумасшедшие вообще раунды, тактики, не очень так играют. И фейспалмишь постоянно. Ария при этом забирает моментальный Апекс. Envy оцелевает Джейсона. Хэппи приходит с боковухи и вдвоем стараются ребята из Америки отстрелить мид. И у них это получилось. Хэппи с Кеннисом просели. Остается один Envy в перемычке. Бомбу подбирают ребята из сплайс и уходят на точку B. В принципе, абсолютно верное решение. Потому что ты знаешь, мол, один на А, и к нему может присоединиться еще один. А если пойдешь на Б, то точно убьешь одного или вообще никого там не будет. Дэвил оцелевает оппонента в коннекторе. Ария при этом делает уже квадрокилл. Ну и понятно, что пойдет за Эйсом. Или сыграет все-таки аккуратнее. Непонятно. Не торопится пока что Эйп. У него бомба в руках. В этом плане на Кенниске сплайсы играют очень грамотно и аккуратно. Потому что поставил бы бомбу, допустил бы фейл. Дэвил бы просто раздэфил. Потому что Ария далеко. Ну а так ждут последнего. Ария выходит и погибает от Дэвила. Ну а Эйп должен был бы сыграть на размене. Но он почему-то не играет. Дэвил думает, что значит его обходит. Хотя не разобрался по никам. Ведь Ария-то убивал как раз-таки на центре в первую очередь. И он погиб. Эйп тем временем возле куба. И Дэвил берет этот раунд. Ну вот почему я не люблю команду сплайс. Вот почему. Потому что ну как. Почему не сделать размен? Ну это так просто. У тебя тег. Ты просто вышел. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну нет. 1-0 в пользу команды Энвиас. И Дэвил дарит раунд своим ребятам. Кстати, интересный раунд был от Энвиас. Они знают, что сделали. Они оставили одного на Б пистолетном. И пропушили вдвоем боковуху. Ну потому что часто пушат боковой сейчас или мидл. Или раш на Б или раш на А. И они должны были в принципе. Там у них все складывалось хорошо. Они должны были раньше взять этот раунд. Но там очень довольно-таки удачно разменялись сплайсы. И были вот. Ну вы сами все видели. Дэвил конечно тут отыграл. Он сделал свою работу. Так как он должен делать в общем-то хороший игрок. И все получилось. И он забрал в конечном итоге пистолетный раунд. Ну и что он типа форсбай или что-то непонятное. На центр выходят у нас ребята из команды сплайс. Моментально забрали Кенниса. Погибает Апекс. Приходит НБК на помощь. Хэппи тоже пришел уже на контрольский респаунд. Занимает плент. Ну и скорее всего займет сейчас Дэви. Но Дэвил пришел непосредственно тоже на точку. Разобрал Дэви возле деревяхи. Но остается один единственный Джейсон. Который умирает от рук Хэппи. Это 2-0 в пользу команды Энвес. По-моему сплайс сейчас не будет денег. По 3 тысячи. Они не покупали первые арморы. Я так понимаю они одни из тех. Кто любит покупать два раза просто пистолеты. И постараться с этими пистолетами затащить. Ну за атаку не знаю насколько это грамотное решение. Покупать береты и тратить тысячу просто. Ага он дропнул береты Дэви. Ну вот короче я вам так скажу. На самом деле сплайс это мини копия Энвес. Это вот такие же вот в чем-то. Ну простите пожалуйста. Ладно не буду. Держи себя в руках. Держи себя в руках. Потому что играет Энвес. Это вообще топовый коллектив. Который скатился до того что сейчас борется со сплайсами. Ну и вообще эти команды на самом деле вот мы видели вчера игру. Почему Сеня их не любит. Потому что они вот тоже. Я не люблю Энвес. Потому что эти очень много каких-то нелогичных действий сумбурных. Пушей, закупок. И вот сплайс в этом компоненте очень похожий коллектив. И вот она реализация Берет. Да. Берет. С первым армором. Отличное решение. В кавычках скажем так. Вот игрока атаки. Который падает в итоге в душе фрум и погибает Энвес. А также минус Дэвел. Очень быстро у нас заканчиваются три раунда уже. Счет 3-0. Как-то так динамичная игра развивается. Ну вот я как раз закончу мысль по поводу сплайс. Они вот эти два коллектива чем-то похожи. Вот в плане игры. В плане динамики которую они создают. Они вот что-то есть у них одинаковое. Такое отсутствие каких-то внятных тактик. Вот побежать бы сейчас. Что-нибудь там запушить. Энвес кстати смотри. Интересно. 5Б тактика. Тупо 5Б смотри. Да. Думает что будет раш. Ну кстати в этом я могу поддержать французский коллектив. Потому что очень популярной тактикой у команды за террористов является быстрый выход на точку Б. Будь то раз. Будь то с маленьким таймингом. Но быстрый выход. И соответственно ты делаешь просто 5Б. Убиваешь троих четверых. И вытаскиваешь против одной крыски. Которая зачастую ходит на точку А. В итоге сбегали на Б. Никого здесь не было. Прибежали дальше на А плент. И как ни в чем не бывало. И соответственно ребята из команды сплайс даже не предполагают скорее всего. Что на А никого не было. Тем временем размен на боковухе. Остается у нас Апекс возле деревяхи. Откидывает себе интересный смок. Смотрите. Есть скажем так пространство там некое. Через которое он может высмотреть кого-нибудь из террористов. Оп. Выходит и попадает в голову. Ну было бы МК. А забрал бы Джейсон. А так не хватило демеджа. С МПшечки попал в голову и не добил. Калаш все-таки сильнее в голову. Дэйвил тем временем упал с балкончика. Перестреливает у нас боковуху. Хэппи вылазит постреляться. И Хэппи делает свой минус. Джейсон умирает. Ситуация 2 в 2. Кеннис и Хэппи. АВП МК. АВП калаш у Дэйви плюс Ария. Дэйви заходит через коннектор. Его Кеннис ждет. Кеннис находится в пристройке. Но и тут была не была. Скажем так. Словят тайминг один и второй или не словят. Дэйви выходит. Кеннис не словил момент. Кеннис в итоге профукал эту позицию. Продал своего тиммейта. И сейчас постарается разыграть 1-2. Но в принципе у него есть шанс сделать вот такой быстрый минус. А теперь шансов уже нет. Промазал. Кеннис один из лучших снайперов мира. Промахивается в довольно-таки простой ситуации. Причем мажет дважды. Да. Действительно. И вот я говорил об этом не раз. И в целом еще раз повторюсь. Команда Энвиас очень сильно зависит от своего снайпера Кенниса. Потому что если на самом деле у Кенниса не пойдет игра. То Энвиас могут испытывать проблемы в этом матче. И действительно вот так вот если он будет в простых ситуациях не попадать. Ну простые ситуации естественно понятно. Не для меня, не для тебя. А для него. Профессионала, который работает с палкой очень серьезно. Который умеет с ней работать, стрелять. И в целом демонстрирует хорошую игру. Конечно же при наличии АВП он обязан такие киллы делать 100%. Ну и первый раунд для Сплайса. Сейчас у нас есть. Ну просто посмотри на этих парней. Дэйви и Ария. Два ВП в атаке. Сейчас бы два ВП в атаке взять. Просто чудесно. Чудесно. И вот я же говорил. На Кобле на карте, где ты такого никогда не увидишь. Да, это чуть ли не первый раз я тебе скажу, что я такое вижу. На Кобле за атаку два ВП. Да, любят многие ходить. Ну ладно, если есть снайпер, да, в команде, то он берет в любом случае АВК. Опять же, если это Гардиан, Кеннис, штатный такой АВПист, который в любом случае сделает свою работу. Но два ВП, когда ты Дэйви и Ария, я не знаю. Ну и с такими девайсами, кстати, есть шансы у Энвис довольно-таки серьезные взять этот раунд против АВП. Есть Фомаз дробовичок, да. То есть как раз-таки получается, что мобильность отсутствует у АВика. И, соответственно, можно реализовать более худший девайс. Посмотрим, может быть, мы не правы. В принципе, знаешь, мы можем сказать одно. Играют Энвис и к Сплайсу, как бы. И на самом-то деле я не удивлюсь, если Энвис такой раунд проиграют, а Сплайсы, наоборот, возьмут каким-то своим сумасшествием, вот этим так называемым. Кеннис у нас перед боковухой. На пленте у нас находится Апекс. Кеннис откидывает флешку одну, флешку вторую. В этом плане все верно, потому что время-то заканчивается. Кеннис выходит постреляться и очень круто законтролил свой Фомаз. Джейсон откидывает Кенниса назад, но при этом Апекс тратит еще один смог. Это, кстати, тот случай, когда, по-моему, Флипсайд против кого-то на Кобле комментировал и говорил, что если на Коблстоуне, дорогие друзья, остается мало времени, а у вас есть гранаты, используйте эти банки. На 30-й секунде накидайте в боковуху, накидайте смоки и террористы, которые вынуждены чекать. Понимаете, на Кобле очень много позиций. Это выход из боковухи слева-справа, нычка деревяха, подсадка там слева, плент справа, слева и вдалеке. То есть очень много нужно проверить. И если ты тратишь еще гранаты, террористы, значит, какую-то позицию не проверят. И, соответственно, из этой позиции вы можете их убивать. И все четко делает Envy. Ну, все-таки это Envy. Как бы там плохо не играли, но такую команду, как Splice, они должны обыгрывать. Но, опять же, еще не вечер. Cloud9, например, проигрывали команде Тайлу, а потом взяли и закомбечили. Возможно, Splice продемонстрирует нам нечто подобное. Ошибается Apex на центре. Кеннис промахивается, не убивает боковуху. Вот, опять же, тот случай, когда у Снайпера пока что в игре получается играть лучше с Фамосом, нежели с АВП, хотя АВП он, конечно же, тренирует очень много и уделяет этой винтовке значительную долю своего времени. Эйп в перемычке, рядом с ним много тиммейтов. Ребята стоят, ждут, думают, что подворваться кто-нибудь мог бы к ним. В принципе, в этом есть логика, потому что 4 в 5 ребята из команды Envy сейчас отыгрывают. Но нет, никто не пошел. Envy отыгрывает пассивно на центре. Кеннис забирает всего лишь одного и погибает. В итоге через боковуху выходят террористы. Envy остается на медле, слышит, как к нему проходит ка-хаоса. Почему до конца-то не остался? Слышал, слышал и развернулся. А может быть и не слышал, хотя сомневаюсь. Небольшой фейл от Envy, но все-таки доигрывает до конца. Забирает профессора. Дэйви остается один против двоих. Заходит на центр, подбирает бомбу. Три секунды до конца, старается переселять Envy, но тот на чеку. 5-1 в пользу Envy. Ну и вот она реализация от сплайсов двух АВП в позапрошлом раунде. Этот был экономический, а вот позапрошлый был два АВП. Ну и вот мы с тобой обсудили, что это бред сумасшедшего. И, собственно, нам и продемонстрировали этот сплайс. Если бы это еще сделала какая-то топовая команда, то можно было бы это понять. Но эта команда реализовала свои АВП по максимуму, не сделав ни одного килла. Потратили кучу денег и в конечном итоге раунд отдали. Счет 5-1. Сейчас закупили теки, арморы и гранаты. И пушбей слепые. Тут ловят Дэвила без позиции. Слепого. Забирает EnvyK одного. Тут же Хэппи сжигает просто двоих. Отличный коктейль Молотова на хелпе. Джейсон забирает EnvyK. Ну и у Джейсона есть эмочка. И ситуация один в третке. Бивает он свой тек. Забирает он Хэппи. Но есть время. Почему? Вот сейчас можно попытаться. Но все-таки Апекс уже зашел в спину. И чуть ли не новшему вставил. Но это дуло. Эмочки с глушителем 6-1 в пользу Envy. Пока что смотрятся сильнее у нас французы. Тут 80 на 20 говорили наши аналитики на CSGO лаунжа. И Envy пока что оправдывают. Они за КТ, за слабую сторону. Пока что берут огромное количество раундов. EnvyK у нас с двумя беретами тоже решил поиграть. Я не знаю что, почему. То есть опять же Envy. Минута молчания. Минута молчания, да. Окей, ты в этом раунде хорошо сыграешь, убьешь. Но как-то жизнь-то уже потаскала, потаскала, скажем так. Ну нельзя отыгрывать с беретами. Нужно брать нормальный девайс и пытаться что-то изменить в своей жизни. Но опять же все равно... И ситуация 3 в 3, обрати внимание. Вот, вот. Сейчас можно в принципе проиграть раунд. Сплайсы теоретически могут разрулить? Могут. Правда бомба... А, бомба, я думал, что-то там лежит. Она сейчас уходит на B. И вот Дэйви, смотри, что интересно. B-плэн свободный. И в это время профессор Хау забирает хэппи. Естественно, бомба уходит на B. Два игрока остаются на A. И в принципе сплайсы могут взять этот раунд. Они возьмут этот раунд, потому что Дэйви никто не ожидает. Он забирает Дэйвил у Кенниса 15%. Еще и по стрельбе у него сейчас не идет. Но, правда, смотри, он в этом раунде 2 кила сделал. Я что-то продинамил этот момент. Но в любом случае, вот, да, действительно, NBK, вот хэппи. Тут нет слов, реально. Вот хочется взять... Не, ну просто даже, понимаешь, вот самые такие дети, дети, когда один раз допускают какую-то ошибку, они помнят, так, я уже зафейлил. Да, я обжегся там. Обжегся, да. Я, значит, не буду играть со спичками. А как бы NBK, например, прекрасно показывает своим примером плохим, пагубным, что мы, извините, не буду говорить плохое слово, проиграли эти полгода. И я все равно буду брать береты, потому что, ну, типа, я вот готов обжигаться, дальше спичками играть, играть. А что, прикольно, зарплата есть, деньги капают, все хорошо. Ну, это, конечно, явно непрофессиональный подход. И вот, когда я там возмущаюсь, да, когда я кричу на команду Envious, то это все не просто так, дорогие друзья. Это именно потому, что вот такая вот расхлябанная игра вот от этих парней, она просто, на самом деле, неприятно смотреть за вот такими вот моментами, неприятно смотреть за такими профессионалами и за людьми, которые получают деньги, у которых есть хорошие условия. И вот, опять же, вы, вы доигрались до того, что вы играете квалификацию на мейджор. С одним поражением. С одним поражением уже, то есть со счетом 1-1, да, там. От Gambit. От Gambit, да. То есть команда, которая явно... Нет, G2, нет там. Да, то есть команда явно, которая по опыту намного хуже, да, ну, в CSGO, естественно, хуже, чем Envious, и проиграли. Ну да, не в реальной жизни. Ну, то есть, не в реальной жизни. Ну, просто там Митя, знаешь, Дося, они такие парни уже... Прошли жизнь. Да, прошли жизнь, пока еще босса не победили, босс будет попозжее. 6-2, сейчас есть бай, у Кенниса есть АВП, 5 АК от Splice. Почему же нет АВП, парни, в атаке? Где ваши два АВП? 5 АК 47-х, вторые арморы. Ребята из команды Splice подходят аккуратненько под точку B. Тем временем Джейс у нас играет одного на Аплэнте. NBK с дробовичком погибает в секретной комнате. Кеннис, тем временем, с АВП чекает дропрум и замечает чель 1-2-3-го. А Кеннис сегодня очень много промахивается из этой винтовочки. Дэвилу удалось сделать один минус, но моментально приходит Эйб, однако Апекс уже на чеку. Забирают Эйба, и команда Энвес все равно выигрывает. Довольно-таки важный для себя раунд, потому что денег теперь у команды Splice нету, и денег не хватает на два раунда подряд. То есть в следующем придется брать или Галилы, что будет скорее всего, потому что у троих, у Ари, Эйба и профессора имеются средства, и у двоих нет. Скорее всего, это два тека или два Галила, три АК-47 в следующем, но счет это 7-2. И если Splice проиграет следующий раунд, тогда 9-2 и 10-2. И в принципе команда Энвес как бы там НБК, скажем так, не прикалывался, не брал разные девайсы, все равно не победят. Но опять же, это не показатель. Команда Splice не показатель, а Энвес, естественно, если хотят держаться в мировом топе или дойти до мирового топа, они должны играть поувереннее, посерьезнее. Апекс забирает у нас Ари с МПшкой. Дэвил готов принимать БМейн. Апекс продолжает игру в боковухе. Эйб тем временем оказывает НБК, который работал с дробовиком в дропруме. Ну и Хэппи подбирает тот же девайс. Нет, он уносит, уносит просто дробовичок. Сам взял эмку, готов принимать дропрум, спрейд, оцелевая тейба. Ситуация 3 в 4. Дэви тем временем тоже умирает. И это 2 в 4. Профессор Хаоса Джейсон постарается кого-нибудь убить. Почему убить, но не взять раунд? Бомба, во-первых, очень далеко. Если вы глянете на радар, она где-то, где-то там вообще, возле памятника Терфского. И Хаос вышел уже на Апленд, пытается здесь кого-то найти. На А никого нету. Такое ощущение, как будто знали игроки защиты, что бомбы нет. Хотя, в принципе, в теории она могла быть у Хаоса. И он, в принципе, мог поставить ее на Апленд. Оп-оп-оп, Хаос, Хаос ловил момент. Услышал двоих, выходит с диглом, стреляет в тело, забирает одного из соперников. В принципе, задачу практически максимум он выполнил в этом раунде. 8-2, 5 остается. 5 остается, но пока все хорошо. То есть тут, как бы там ни было, знаешь, берет и НБК, все так ясно. Ну, просто действительно не тот уровень игроков команды Сплайс для того, чтобы здесь как-то Энвиас потели. Ну, жалко, кстати, жалко. Вот мы хотели, да, вот мы даже с такой легкой сарказмической иронией хотели, чтобы Сплайс наказали этих пижонов. И я вот вообще честно вам скажу, честно скажу, я скажу вам честно, я не хочу, чтобы эта команда попала на мейджор. Пускай лучше Сплайс попадет на мейджор, чем попадет Энвиас. Не заслуживают они этого. Нельзя. Ну, поживем, увидим. Пока что Сплайсы играют не очень хорошо. Не получается у них. Несмотря на то, что это Cobblestone, несмотря на то, что они уже играли то ли один раз, то ли два даже на этом чемпионате. По-моему, дважды они играли на Cobblestone, если я все правильно помню. Ибо матчей-то много у нас. Очень много матчей на этом чемпионате. Каждый с каждым играет по одной карте. И это третий игровой день. То есть, по сути, мы смотрим уже почти там 20-ю карту. Или 22-я. Да, это 22-я карта. Еще две карты остается. Каждый день по 8 карт. Но вообще, вот я сегодня подумал, знаешь, вот мы там по ходу дела так уже вникаем в систему. И получается, что для такого формата, для такого проведения, у нас 16 команд и 8 квот, это идеальная система. Да, получается, что как бы нету посева, да, все играют там со всем. И потом уже потихоньку выравнивается. Нет, сначала есть какой-то посев. Вначале. Ну, наверное, какой-то есть посев. И потом есть посев. Но мы не знаем. Посев уже потом по результатам игр. Нет, но потом, когда, например, у кого-то 1-1, то ты же попадаешь почему-то на... Только на 1-1, правильно. Нет, но там еще какой-то. То есть, ты попадешь на 1-1, по идее, но не на там... G2 не попадут на фейс. То есть, у тех 1-1 и у тех 1-1, например. Но G2 не попадут на фейс. Почему? Ну, потому что есть посев какой-то еще дальше. То есть, пытаются сильные команды вести друг от друга. Так, у нас сплайс пытается выиграть этот раунд, судя по всему. Ситуация 3 в 2. Уже заходят они на. Бомба лежит в боковухе. Два игрока довольно-таки близкие к дневым позициям. NBK тут перестреливает все-таки профессора Хаоса. Дэвил и NBK остались вдвоем против Дэви и Арии. Ну, и Ария мажет с АВП. И вот Изи разруливает в меньшинстве. NBK здесь хорошо поработал. Сделал 3 кила. В ситуации 3 в 2. NBK переигрывает довольно-таки серьезно своих оппонентов. Ну, и у сплайс пока ничего не получается. Можно, конечно, помечтать. Сказать о том, что вот, американцы. Обычно у них дефенс намного лучше. Но, конечно, было бы неплохо, чтобы сплайсы здесь взяли чуть поболее раундов в атаке. Для того, чтобы был камбэк более реален. Ну, и вот такой вот счет. Вот такая вот экономика. Апекс берет себе и бегает дальше со своим MP9. Хэппи откидывает флешку. Готов принимать выход B. А там, судя по всему, аркада. Да, это пуши и слепые. Там уже погибает Джейсон. Есть информация по Хэппи. Хэппи забирает одного. Второго. А это Кеннис ему уже хелпает. Ну, здесь вроде как без шансов. Дэви остается последний против пятерых. На плато делает килл. И его уже находит Апекс. 11-2. Ну, и пока это разгром от Энвиас. Конечно же, за более слабую сторону. Вроде как на Кобблстоуне. КТ за КТ. Просто очень сильно разыгрывают, разваливают просто своих оппонентов. Сплайс. Вернее, Энвиас. Ну, а Сплайс при счете 11-2. Пока деньги есть. Но, если этот раунд не возьмут, то на последний выйдут просто сека. Ну, и решили сейчас запушить, видимо. Или просто подошли под бой. Нет, это может быть просто будет тайминговая раскидка. Вот сейчас заняли позиции. И будут на мейн выходить в пятером. Но, опять же, почему бы не сделать сплит через дропрум? Почему? Вот у вас 5 человек. Ну, вам же все равно тесно будет выходить. Запустите двоих в дропрум. Неплохая раскидка. Все слепые. Куча дыма. Вообще непонятно, что здесь происходит. Давайте сейчас будем разбираться по ходу. Ария забирает Дэвила. Дэвил тем временем отвечает по Эйбу. Кеннис врывается. Оценивает наконец-то Джейсона. Сумел в Хэппи. Зайди на мейн. Ловит флешку. Жмет. И профессор на коне. Оно добивает Кеннис профессора. Погибает Ария. Дэвил тем временем. Дим против двоих. Очень серьезно проседает. Это 12-2 в пользу команды Энви. Один раунд остается у нас в первой половине. Ну и пока что все под диктовку французского коллектива. Дорогие зрители. Два ВП берет у нас Хэппи плюс Кеннис. Сэмочки у всех остальных, кроме Апекса. Ну и последний бай, конечно же, от команды Сплайс. Тут им ничего третьего, скажем так, не дано. Но каждый берет все, что может взять. Это Гориллы, Прускалаши. И вторые арморы. Есть раскидка. Но нет. Увы, скилла, да, нет. Скажем так. Есть раскидка, нет скилла. Вот чего нету. Ну, потому что даже АИМ, наверное, присутствует у Сплайса. Но вот ничего более. То есть нету какого-то такого красивого понятия о том... Ну, это было видно еще перед этим, как играют Сплайсы. Было понятно, что... Ну, я-то говорю, что я хотел бы, чтобы Энвидафа. Сейчас не вышли. Но это все понятно, что это мечты. И те 20%, которым дали Сплайс, это чисто, как я говорю, обычно не ставьте в таких матчах на фаворитов, на такой коэффициент. Потому что это не имеет смысла. Вам, чтобы выиграть чуть-чуть, нужно поставить очень много. То есть смысла в этом нет. Ну, и, естественно, люди какие-то все-таки... А, я зарезал Апекса. Так тебе и надо, бот. Кеннис с АВП 1 против 4 опять промазал. Посмотри, то есть Кеннису на самом деле опять промазал. Очень серьезно тут мажет Кеннис. Но его счастье, что Энвиас команда... Вернее, что сейчас соперник не очень сильный и не очень серьезный. В том плане, что эти промахи, они не так сильно будут сказываться в целом на игре команды Энвиас. Но, в любом случае, 12-3 хорошее, просто великолепное положение сейчас для Энвиас. Они выиграли вроде как слабую сторону. Сейчас будут за атаку чувствовать себя как рыбы в воде, бегать, как всегда, во все стороны. И довольно-таки спокойно разруливать все это дело. Ну что ж, честно... Честно, давай по-честноку руби матку. Честно, не повезло нам с матчем. Не повезло. Ни зрителям не повезло, ни нам не повезло. Но этот матч должен был состояться, скажем так. Вчера не повезло тоже. Спайс играли с Ренегейтс. И как бы в 16-14 все закончилось. Но очень, скажем так, тошнили две команды. И пытались переиграть друг друга. Тут же вот есть фаворит. Но с другой стороны, хорошо, да, быстро все закончится. Наверное, опять же. Ну, тут, когда имеешь дело с Энвиас, как бы тоже нужно с опаской относиться. С одной стороны, команда хорошая. Есть классные стрелки, но могут пустить якорь. Могут сыграть очень и очень плохо. И в который раз с такими лицами знаешь, типа, о, мы же Энви, ну как мы проиграли. А потом про две береты никто и не вспомнит. Но все-таки тут 13-2, счет серьезный. 12-3. 12-3 все-таки. А, да, в последний раунд все-таки взял. Ну, пистолеты. Если возьмут все-таки Энви, они могут их взять. У них серьезные, жесткие. Ну, интрига будет, если не возьмут. Да, да, да. А, скорее всего, возьмут, потому что Энви здорово стреляют с этих девайсов. Могут там прыгать, бегать. То есть они такая агрессивная команда. И как раз-таки в пистолетах это может решить. Особенно с глоками. Там в друп-рум там упадут и так далее. Поэтому, если возьмут пистолеты, то нас ждет разгром команды Сплайса. Видимо, и тогда у них будет два поражения, одна победа. И все равно они не выглядят. Все равно еще завтра будем наблюдать за Сплайсами. Ну, которые, возможно, завтра сыграют с командой уже более-менее приемливого своего уровня. И тогда, возможно, нас ждут что-нибудь интересное. Но главное, чтобы Кобла завтра уже не было. Потому что Сплайсы на Кобле это не очень интересное зрелище. Кстати, вот по поводу Кобла. У нас уже было два нюка. Но до сих пор ни одного оверпасса. Обрати внимание. Это какой-то нонсенс просто-напросто. И вот ты говоришь, да, завтра будут играть с более каким-то коллективом. Тут на самом деле уже повылетали. То есть вылетели Empire, вылетели Fluffy Gangster. То есть тут уровня Сплайс уже никого не остается на завтрашний день. То есть, по идее, Сплайс это та команда, которая, перейдя в завтрашний день, как раз-таки завтра, скорее всего, и вылетит. Потому что, ну, вот, действительно, объективно, эта команда из оставшихся коллективов, наверное, самая слабая пока. Ну, давайте смотреть. Пистолеточка. Тут такой вот у нас буст. Ничего себе! Тренировались, наверное. Вот такую вот сделали комбинацию. Ожидали они поджимчика, видимо, на плато. И вот здесь вот ошибается Ape, который, вы посмотрите, где погибает человек. Ну, понятно. Ну, очень часто, на самом деле, у многих коллективов есть такая пистолетка. У Na'Vi, в том числе, когда Zeus ходит в боковуху, как бы играет там активно, агрессивно и пытается прочекать, сыграть на инфу. Кстати, удивили сейчас Envy. Они не стали рашить. Они делают дефолт, играют аккуратно. И, в принципе, хотят пистолетный раунд взять, чтобы не доводить вот этот раунд до... Не раунд, а игру, чтобы не доводить до каких-то трагедий уже. Взять спокойно пистолеты. Второй, третий и затащить до конца. Ну что, три человека на B пленте, один человек на A пленте. Ребята стоят, ребята халдят. Три человека у нас под точкой B. Бомба пока что на Драгонлоре перемещается ближе к A пленту. И Envy, по-моему, передумали выходить на точку B. Они смещаются на A и пойдут всего лишь на одного человека. Ну, а Хэппи остается принимать аркаду, играть на мостике. Будет на себя фокусировать сейчас внимание игроков на точке B. Скорее всего, пойдет в дропрум. Ну, а остальные его тиммейты пойдут через мидл плюс боковушечку. Апекс пока что зажал флешку, откидывает гранатку, под нее выходит. Откидывает флеш, откидывает смачок на коннектор. Все довольно-таки ровно у команды Envy's пока что. Позиции хорошие. Заходят на А плент, ловят много демэджа Джейсон. Погибает на А пленте, погибает Профессор Хаос. Дэйви и Ари остаются вдвоем против пятерых. Все в смаках, ничего пока что игроки защиты не видят. Дэйви удалось забрать Хэппи. Объединяются игроки защиты, но нет диффузов. И у ребят очень плохие позиции. Поэтому раунд такой взять будет очень-очень тяжело. Ария пока что действует при стройке, старается вышлить кого-нибудь на центре. Дает хэдшот неплохой по Апексу. Уходит дальше, пушит, пушит. Кеннис тем временем играет довольно-таки аккуратно. Нет, все-таки решил запушить теперь в ответ Арию. Вдвоем действует команда Envy's. Абсолютно верное решение. Заходит в при стройку. Ошибка, ошибка. Но это Envy, это Envy. Дэйвил остается один против двоих. Делает хэдшот. Теперь Дэйвилу нужно жить. Он не живет. И команда Дэйви тащит. И нет, на последних секундах все-таки бомба взрывается. Но опять же, вот Envy в который раз могут собрать кучу просто критики в свой адрес. Ну куда вы ломитесь, куда вы лезете? Уже наверняка возьмите этот раунд. Поверьте, дорогие друзья, они не знали, что бомба взорвется наверняка. Они просто это делали, им повезло. Им повезло, что бомба взорвалась. Так бы отдали вообще вот просто свое. Ну что, три УЗИшки, Калаш и Галил. Вот такой вот бай у Envy. Собственно, почему они скатились на это дно? Потому что вот такие вот раунды они отдают коллективам, которые просто не прощают подобные ошибки. И отдавали много. И их опять же это ничему не научило. Они продолжают исполнять. Они играют не наверняка. Они играют какие-то агрессивные выпадки. Ну, ясно, что там можно сказать, что такая ситуация 4 в 2, что это халява, что те проперлись, что он там не должен был там вообще выживать и дефузить. Это все понятно. Но опять же, из таких вот деталей, из таких мелочей строится вся игра. И, естественно, у вас потом появляется история и уже можно делать какие-то выводы по вашей игре и в целом по построению той или иной ситуации, да, по розыгрышу. Энвиас, мы видим, сейчас играют втроем перед Аа с бомбой, а Хэппи упал в дроп-рум. И сейчас у него будет первый контакт. Врывается очень вовремя на него хаос. И фактически он словил Хэппи с гранатой в руке. Ну и Джейсон должен сейчас слышать проход наверх-вниз, да, выходит под флешечку. Правда, не его флешечка оппонента. Но мы видим, что Кеннис с Апексом справляется. Зачищают они Аплэнд. Эйб в это время делает в минус Кеннис. Ситуация 3 в 3. Кстати, у Дэви есть дробовичок и там 2 тяжелых армора. То есть это, в общем-то, форсбай. Есть у Арии Дефузы, но погибает Дэви. Это очень был важный минус. НБК забирает Дэви. Ну и Апекс здесь разбирается с оставшимися игроками Сплайс. Ну и, судя по всему, Сплайс делает еще один форсбай. Они уже решили до конца, никакого эко не будет. Профессор Хаус там сидит со своими двумя двести и думает, что же вы такие все вот прям, прям вот так вот. Ну, еще один форсбай, скорее всего. Энви, имея такое огромное преимущество в Дэвайсах, должны забирать, конечно же, этот раунд. Ну и, скажем так, наверное, первый у нас такой вот с разгромным счетом сегодня может закончиться матч. Хотя, опять же, зачатки, скажем, не зачатки, а предпосылки к этому были. Там, где, вот я говорил, да, матчи у нас были в первых три или в первых четырех матчах, там по 15-5 был счет. И вот действительно там пахло разгромным. Но в какой-то момент та команда, у которой было меньше раундов, собиралась и в конечном итоге доводила счет до более пристойного. Сейчас Сплайс играет втроем на А, два игрока на Б. Энвиас чекают, чекают, откидывают гранаты. Скорее всего, будет выпад в дроп-рум. Может быть, выход дроп-рум плюс мейна. И нет, все-таки Энвиас решили перетянуться. Ну вот как-то удивительно дисциплинированно на этих раундах играет Энвиас. То есть вот такое ощущение, что, знаешь, вот, посмотри, просто ходят под степом, тут чекают, прям такие включили умного. И пока, вот смотри, дымом отрезали сюда, тут флешка прилетела. Вообще, ну просто, на тебе от Эйба и на тебе от Арии. Ну, то есть, на тебе еще и от Джейсона. Вот видишь, когда играют грамоты Энвиас, их просто наказывают. Поэтому они думают, ну вот зачем мы вот это ходим под флешки, чекаем. Давайте носиться, бегать, как... Бегать и тогда мы возьмем больше раундов. Ну, вот так вот, видишь, играли грамотно, ошиблись. И потеряли довольно-таки серьезное количество игроков. Сейчас уже Хэппи остается один против двоих. Доктор Хаус там перестреливается с Дэйви и... И что? И вроде спрятался. Нет, да, все-таки спрятался. Хэппи заходит на А, устанавливает бомбу, фейкует Хаус. И получает. Нет, кстати, получил немножко дэмэдж у него. Дезерт Игл попал. Но все-таки Дэйви. Дэйви этот раунд берет. Бомба будет разминирована. И, возможно, сплайсы сейчас немножко затянут эту игру. 14-4, дорогие зрители, в этой встрече. Ну и, опять же, вот УЗИшки почему-то любят покупать ребята из команды Envy. По-моему, они одни среди всех коллективов, которые на Кобблстоуне за атаку любят играть именно с этими девайсами. И снова никаких выводов. Опять три УЗИшки, два калаша. В ответ любимые дробовики. Кстати, команда сплайс тоже единственная в мире, которая берет вот эти скорострельные дробовики. Причем сейчас взял один Дэйви и Хаус с МАК-7. Но обычно еще и кто-нибудь другой тоже берет скорострельный дробовичок. Не раз мы видели эту комбинацию. Во вчерашней игре против кого же это было? Я забыл. Вакобля. Кеннис врывается. Ой, тут с Апексом. Вот они УЗИшки. Вот он Апекс. Вот он Кеннис. Просто как парни принимают Б, если просто их выносят с УЗИшками просто изи. Изи. Джейсон остается один против четверых. Бомба стоит. И, конечно же, шансов взять этот раунд практически нет. Поэтому по-хорошему-то Джейсону можно сделать сейв. У него, кстати, также есть гранаты, которые тоже можно засейвить. Ну и тут уже Энвес просто зажимает со всех сторон. Последнего игрока команды Сплайс. Мало шансов здесь у него выжить. Ну и мы видим, что уже Хэппи заходит в спину. Ну и берет пятнадцатый раунд для Энвес. Ну и, естественно, денег совершенно нет. У Сплайс после того, как отдали предыдущий байраунд. Та самая знаменитая история. Раунд взяли, раунд отдали. Обновилась экономика. По полторы тысячи за поражение в раунде. Ну и ЦЗшки. 5-7 и П-250. В общем-то, такой набор у нас по пистолетам от Сплайс. Ну и последний раунд у Энвес. Судя по всему, затягивать не будут. Раскидывают гранаты и пушат Бэп Лэнд. Дэвил у нас жмет, находит Джейсона. Дэви делает размен. Ситуация 3-3. Хэппи тем временем в Сака 47-м отстреливает Арияба. Остается один профессор Хаус. И все-таки Энви берут этот матч. 16-4. Дорогие зрители, вот такая вот у нас довольно легкая победа. Не повезло нам все-таки с матчем. Ну, на самом деле, я уже говорю, наверное, повезло. Повезло. Наверное, повезло. Все-таки быстро все это закончилось. Не повезло бы, если бы Сплайс еще затягивали вот это вот, как они могут с дробовиками. И Энви смогли затянуть. Энви берут УЗИшки, тебе берут дробовики. И начинаются вот эти перестрелки ковбойские. Энви там победили бы, но со счетом 16-13. А так все-таки быстро все закончилось. То есть, скажем так, Сплайс не самая интересная команда, собственно, как и Энви. Ну, если Энви играли бы, например, сильным соперником, может быть, и было о чем посмотреть. Но так нет. Ну что, передаем слово, дорогие зрители. Наши аналитики. Наши аналитики, которые, в принципе, анализировать особо, наверное, ничего не будут. Ну, просто поговорить с вами о жизни. И код, может быть, еще выпадет. Да, там поднимет вам настроение. Мы же с Алексеем не прощаемся. Мы как раз-таки пойдем в ту самую аналитику. Но совсем скоро.